Продолжение следует... А вы в курсе, что Адлерский район города Сочи по итогам прошлого года был признан самым спортивным районом курорта? Это информация Краевого департамента по физической культуре и спорту. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. До конца 2015 года остается не так много времени, а значит настало время подводить итоги. О том, каким был этот 2015 год для Адлерского района города Сочи, нам сегодня расскажет глава района Александр Жигалко. Александр Александрович, здравствуйте. Добрый день, уважаемые жители, добрый день, гости нашего города. Конечно же, 2015 год он также был насыщенный для всех жителей Адлерского района и, конечно же, для всех служб. Не секрет, что город Сочи является круглогодичным курортом и, конечно же, больше всего объектов, связанных с горнолыжным спортом, курортом и рекреационные объекты. Это, конечно же, расположено на территории Адлерского района, это Краснополянский поселковый округ. Да, и скоро будет дан официально уже старт зимним сезону, как в декабря по традиции. В этом году даже он фактически начался раньше, чем в прошлые годы, потому что снега было больше и вершины наших Кавказских гор, они заснежены, и что дает возможность любителям горнолыжного спорта уже сейчас наслаждаться катанием. Но при этом, конечно, очень много и хлопот, связано это прежде всего с обеспечением жизнедеятельности на территории района, на территории округа и главой города Анатолием Николаевичем Пахомовым поставлены задачи перед всеми городскими службами обеспечить работу в горнолыжный сезон таким образом, чтобы все объекты работали достойно, чтобы не было сбоев ни с какими инженерными коммуникациями, и, конечно, чтобы гости курорта наслаждались отдыхом и все больше и больше приезжали к нам в город, чтобы обеспечить работу всех санаторно-курортных учреждений. Ожидается по сравнению с прошлым годом увеличение количества отдыхающих и туристов в Красной Поляне, но и не только в Красной Поляне, но и во всем Мадлерском районе. На сегодняшний день уже забронированные путевки фактически 98% во всех горнолыжных комплексах. Это и Лаура, это и Красная Поляна, и Роза Хутор, и малые средства размещения. Также анализ показывает, что заполняемость будет стопроцентная. Мы ожидаем увеличение количества туристов на 20%, если так в среднем по предварительным подсчетам это было порядка 100 тысяч на прошлые новогодние и рождественские каникулы, то в этот раз мы ожидаем порядка 120 тысяч. При этом проводится работа и администрация Краснодарского края по поручению губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева создала штаб. Это краевой штаб, который будет дислоцироваться на территории Красной Поляны и будет обеспечивать мониторинг работы всех коммунальных служб, дорожных служб. И, конечно же, очень важно это горнолыжных комплексов, потому что во многом обеспечение должного комфортного отдыха зависит прежде всего от них. Каждый комплекс рассчитан на определенное количество номерного фонда, в том числе и каждый горнолыжный курорт может принять определенное количество и любителей покататься на горных лыжах либо сноуборде. Таким образом, мы с вами понимаем, что регулировать процесс посещения горнолыжных комплексов это задача прежде всего владельцев этих комплексов и руководителей этих предприятий, иначе может создаться соответствующий коллапс. Для этого и будет работать краевой штаб вместе с городским штабом. И мы с вами понимаем, что если будут определенные сложности в емкости горнолыжных курортов и гостиниц, то, конечно же, будут вводиться определенные ограничения, чтобы не допустить хаоса, не допустить какого-то коллапса, в том числе и на транспортной инфраструктуре. Да, местные жители же тоже очень любят у нас Красную Поляну посещать. Вот как им быть, приезжать лучше на личном автомобиле, на автобусе? Какие пожелания здесь будут? Конечно же, пожелания одни — это воспользоваться общественным транспортом. Для этого по поручению главы города Анатолия Николаевича Пахомова увеличивается количество рейсовых маршрутов на Красную Поляну, это автобусов общего пользования. И этот вопрос был рассмотрен на уровне администрации Краснодарского края. Это увеличение количества ласточек для того, чтобы перевозить гостей, перевозить также и местных жителей, и рекомендации пользоваться общественным транспортом. Мы с вами понимаем, территория Краснополянского поселкового округа, она небольшая. Количество желающих, конечно же, превышает этот лимит. И лучше, и легче, и будет комфортнее воспользоваться общественным транспортом для своих нужд. Но зимний сезон еще впереди, а вот летний уже прошел, и я думаю, что можно тоже уже подвести итоги. Каким он был для Адлерского района, который традиционно притягивает тысячи-тысячи туристов? Летний сезон очень насыщен, и большое количество отдыхающих, оно связано прежде всего с проведением тех мероприятий, которые проводились на территории города Сочи и, конечно же, Адлерского района. Это способствует заполняемости объектов санаторно-курортной отрасли. И гостей было отдыхающих достаточно. По сравнению с прошлым годом, Адлерский район принял на 200 тысяч людей больше гостей, чем в 2014 году. Это порядка 1,9 млн. по мониторингу управления санаторно-курортной деятельности было принято санаторно-курортными объединениями Адлерского района. Конечно же, притягивает Олимпийский парк, притягивают Олимпийские объекты, все мероприятия, которые проводятся благодаря администрации края и правительству Российской Федерации на территории Олимпийского парка. Такие знаковые мероприятия, как гран-при формулы 1 2015 года, международный экономический форум и, конечно же, ряд других спортивных мероприятий, и, конечно же, связанных с ледовыми видами спорта и зрелищными мероприятиями. Так что в этом году заполняемость была значительно выше. Это позволило и работать санаторно-курортным объединением, и, конечно же, малым средством размещения, так как заполняемость этих средств размещения также имеет место быть и востребовано отдыхающими Российской Федерацией. А не помешало ли наводнение, которое произошло в июне Адлерского района, оно также коснулось и очень сильно? Как повлияло на количество туристов и повлияло ли? Ну, знаете, конечно, такая чрезвычайная ситуация, имевшая место быть 25 июня, она прошла, конечно, с определенным отпечатком на отдыхе туристов. Вместе с тем, благодаря помощи губернатора Краснодарского края, Вениамина Ивановича Кондратьева, были мобилизованы силы не только муниципального образования города Сочи, и были прикомандированы краевые службы и коммунального хозяйства, Министерства по чрезвычайным ситуациям. И за считанные дни удалось нормализовать работу объектов жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры. И, конечно же, отдыхающие в меньшей степени это заметили, чем жители нашего района, потому что эта стихия коснулась многих по итогам работы городской комиссии, по обследованию всех домов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации и по мониторингу Управления гражданской обороны, Управления социальной защиты, обеспечены выплаты более 6 тысячам гражданам. То есть мы с вами понимаем масштаб этого бедствия, это действительно стихия коснулась многих жителей Адлерского района, это и жители Орел из Умруд, улицы Гастелло, Петрозаводская. Это, конечно же, мирный, потому что по ряду причин, конечно, сам населенный пункт расположен ниже объектов, которые построены в процессе строительства Олимпийских игр, и стоит задача решить вопросы водоотведения по указанному микрорайону. Это, конечно же, и жители Чайсовхоза, как я говорил, также Совхоза России и ряда улиц. Конечно, стихия коснулась очень многих. И опять же, большое спасибо администрации Краснодарского края, и, конечно же, губернатору был принят в оперативные сроки краевой закон, позволяющий обеспечить социальные выплаты многим семьям. Это хоть как-то минимизировало те затраты населения, понесенные в результате чрезвычайной ситуации. Ну и давайте теперь поговорим. Поговорили о туристах. Адлерский район их прекрасно принимает. А как живут простые адлерцы? Что для них сегодня делается? Какие социальные программы сегодня работают и реализуются в районе? Ну, конечно, на территории района, как и на территории города Сучи, реализуется ряд федеральных, краевых программ. Это и переселение из аварийного фонда, это и ряд программ социальных, это и социальная защита ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Следует отметить, что 2015 год — это очень знаковый год, так как это юбилейный год, 70-летие победы в Великой Отечественной войне. И мы все преклоняемся перед подвигами, героическими поступками всех участников Великой Отечественной войны, героев Советского Союза, которые отдали свои жизни, тех, которые в настоящее время живут, радуют нас своими достижениями, своим участием в общественных делах, так как военно-патриотическое воспитание — это также очень важно. И нам следует подрастающему поколению многому учиться и патриотизму, и любви к Родине, и, конечно же, подвигу, который совершили все участники Великой Отечественной войны. В этом году, если говорить о праздновании этого года, этой юбилейной даты, то администрации Адлерского района совместно с общественностью, совместно с активом, совместно с общественной организацией ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Она у нас на территории района очень активная, и я благодарен работе всех членов указанной общественной организации. Удалось немало. Но в первую очередь я хочу отметить, что благодаря депутатскому корпусу и общественной организации интернационалистов, воинов-интернационалистов, был установлен памятник воинам-интернационалистам. В том числе мы не забыли про такие отдаленные села, как Аибга. Первый участок, четвертый участок, благодаря депутатскому корпусу и, конечно же, инициативе жителей установлены памятные доски тех жителей, которые ушли на фронт для обеспечения победы. Также проведена работа с каждым ветераном Великой Отечественной войны. Их здравствующих у нас на территории района 1400 человек, и каждому уделялось максимальное внимание. Начиная от школ, школьники готовили свои сувениры, свои подарки, свои поздравительные адреса и посещали семьи ветеранов. И вплоть до помощи, как и в предметах первой необходимости, и телевизоры, и электроприборы. Этим занимались наши коммерческие организации. Они на добровольных основах оказывали такую помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Адресная помощь. Адресная помощь. О каждом подвиге, совершенном в эти годы. Также работа самого населения, самого района, она очень связана с благоустройством нашего района. И территориальное общественное самоуправление, актив, жители принимают большое участие в благоустройстве района, своих придомовых территорий. Да, люди осознают, что у района другой статус. Мы уже не провинциальный район, который был до проведения Олимпийских игр, о котором только знали благодаря аэропорту и ряду других объектов. Это знаковые районы. Я горжусь тем, что жители, осознавая это, меняют отношение к району. Но участие, конечно, в субботниках, участие в работах по благоустройству. Жители участвуют и в субботниках, жители участвуют в общественных делах. И, как отмечает глава города, и благодаря его позиции, я очень благодарен фактически всем сотрудникам администрации города Сочи, управлению народного образования и администрации других районов. Территория Олимпийского парка, прилегающие территории, фактически содержатся руками сотрудников и общественности, так как это очень большие затраты. Так что работа идет, жизнь в районе кипит. И если говорить о благоустройстве, то и участие, арендаторов пляжных территорий, благоустройстве самих пляжных территорий, набережной, их содержания. То есть подход уже многих жителей и руководителей предприятий, организаций, да и предпринимателей совершенно иной. Никто не придет, из нас ничего не сделает, кроме самих нас. А если мы этого не сделаем, то к нам не приедет гость, к нам не приедет турист, к нам не приедет отдыхающий. Таким образом, и не будет спроса на те или иные услуги товара, значит, не будет товарооборота, и не будет соответствующей экономики. И каждый же предприниматель, каждый житель потеряет, нежели что-то найдет. И здесь лень не присуща ни одному жителю Адрирского района. Это призыв ко всем жителям. Мы должны трудиться и идти вперед. Другого выхода у нас нет. Очень приятно, что отношения жителей меняются. Ну и еще один важный вопрос, это газификация сел в этом направлении. Какую сейчас работу проводит администрация района? Да, это очень важное направление в соответствии с краевой целевой программой, федеральной целевой программой при подготовке к Олимпийским мэрам. Было предусмотрено мероприятие по газификации населенных пунктов. Это важно для того, чтобы и обеспечить газом и жителей, также дать возможность развитию личного подсобного хозяйства и, конечно же, минимизировать нагрузку на систему электроснабжения. Есть определенные сложности в решении этой задачи. Физические работы по строительству сетей газоснабжения в 30 населенных пунктах по программе выполнены. Это порядка 700 километров газовых систем. Вместе с тем есть определенная сложность, которая в настоящее время решается. Сложность заключается в том, что, учитывая определенную смену, определенные проблемы в техническом исполнении, в настоящее время не представляется возможным заказчику и подрядчику составить соответствующий акт завершения приемки выполненных работ. В связи с чем администрации Краснодарского края дано поручение и в настоящее время как и агентство топливно-энеркетического комплекса администрации края, так и администрация города Сочи при поддержке и большое спасибо органам прокуратуры обращается в суд о обязании поставщика газа обеспечить подачу газа в указанную систему. В связи с чем, конечно, мы приносим свои извинения перед жителями Адлерского района. Порядка полутора тысяч абонентов уже готовы были принять газ. более 7 тысяч абонентов получили технические условия тоже намерены выполнить проектирование и обвязку и ждут соответствующий газ. Но есть технические нюансы и юридические такие аспекты, которые в следующем году будут решены. Будут решены путем подачи иска, как я сказал, и, конечно же, вынесение решения. Мы надеемся на органы правосудия, что, конечно, справедливость восторжествует и жители Адлерского района получат этот голубой огонек у себя в жилых помещениях. Да, долгожданные очень. Но я уже упомянула, что Адлерский район по итогам 2014 года был признан самым спортивным районом города Сочи. Как удалось этого добиться, достичь этого? Потому что проводится много и масштабных международных мероприятий, но и массовый спорт тоже развивается. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Конечно, самый спортивный в том плане мы участвовали в конкурсе на самые спортивные районы города Сочи и документы подавали в администрацию Краснодарского края и Министерством физической культуры и спорта администрации Краснодарского края наш район признан самым спортивным. но я хочу отметить это не только оценка наличия олимпийских объектов на территории Адлерского района. Нет, критерии совершенно другие. Это участие населения в спортивных секциях, занятие населением спортом. и я хочу отметить, что олимпийские игры, олимпийское движение стимулировало наших жителей и особенно подрастающее поколение к занятию спортом. Это заметно и по количеству членов соответствующих спортивных клубов, тех, кто занимается спортом не только профессионально, но и любительски. И по результатам этого конкурса была дана такая оценка. Также был сделан подарок Анатолию Николаевичу Пахомову, это экстрим парк в парке Бестужево. На этой территории удалось ее благоустроить и установить те элементы, которые в настоящее время радуют и подрастающее поколение, да и взрослых, потому что это занятие спортом. То есть такую работу продолжаем, ведем, еще очень много задач, на пути много проблем, но надеюсь мы их решим, потому что если говорить о футболе, более трех тысяч у нас занимается детей футболом, жителей, и конечно мы надеемся сейчас при подготовке к FIFA 2018 будут построены тренировочные поля поля, это надеемся будет уже не коммерческие поля, как в настоящее время, они есть на территории Адлерского района, но это база юность, весна, это все коммерческие объекты, это все конечно же аренда денежных средств, а мы надеемся все-таки будут построены такие поля, мы уверены это будет построено, потому что это требование международного комитета FIFA и они будут востребованы нашими спортсменами, нашей детворой и конечно надеемся мы вырастем хороших спортсменов для России. Это замечательная мечта, но и время нашей программы подходит к концу и в завершении нашей передачи хотелось бы, чтобы вы озвучили планы на 2016 год, какие направления будут поставлены во главу угла? Ну планы конечно же в первую очередь это благоустройство, я уже сказал нам нужно благоустраивать и цветочное оформление, зеленое насаждение и конечно санитарный порядок и новые территории для благоустройства. Конечно планы это обеспечение жизнедеятельности, чтобы наше население жило в достойных комфортных условиях. Планы очень важны, это по решению очень для нас важной проблемой это по подтоплению Кепши, я надеюсь все-таки федеральные службы отреагируют и будет решение, река будет вычищена и жители будут спать спокойно в своих жилых помещениях жителей Кепши. Конечно планы это дальнейшее создание соответствующих условий для занятия спорта и конечно есть и мечты которые надеемся что все-таки реализуется притворяться в жизни вместе с депутатским корпусом мы вынашиваем идею создания такого памятного места дружбы народов Адлерский район он многонациональный и конечно показывают все события в мире что мы должны жить в мире и в дружбе я думаю такой памятный знак он объединит население и конечно все какие-то погрешности смягчит так что планов задач очень много будем их реализовывать но опять же только с поддержкой населения потому что без жителей ни один план реализовать невозможно здорово ну я желаю вам успехов в этой работе надеюсь что все мечты которые вы задумали сбудутся в новом году и Адлерский район будет дальше развиваться и подтверждать самые высокие позиции во многих вопросах не только в спортивных и хотелось бы поздравить жителей Адлерского района города Сочи гостей курорта с наступающим новым годом пожелать конечно же мира добра здоровья благополучия с наступающим новым годом с наступающим дай бог добра мира здоровья благополучия спасибо я напоминаю что гостем нашей студии сегодня был глава Адлерского района города Сочи Александр Жигалко и на этом время наша перетаща подходит к концу вы смотрели программу в курсе будьте в курсе всего того чем живет наш город Сочи в студии была Ольга Десятова всего доброго до встречи в эфире генеральный депутата января все января наверное это января Продолжение следует...